21-22 января 2016 года состоялся межрегиональный научно-практический семинар на тему проектирования деятельности столичного образовательного комплекса на основании реализации принципа преемственности, организованной кафедрой интерактивных технологий в образовании МИОО при поддержке Сетевого института Санкт-Петербургской гимназии «Альма-Матер». В семинаре приняли участие руководители и заместители руководителей 20 образовательных организаций Санкт-Петербурга и представители администрации образовательных комплексов Москвы. Идея, собственно, заключалась в том, чтобы понять, а что лежит в основе создания многопрофильных образовательных комплексов, как они функционируют и какие технологии образовательные и общепедагогические могут быть положены в основу управленческой и педагогической деятельности. Целью семинара является знакомство руководителей образовательных организаций Санкт-Петербурга с опытом организации работы многопрофильных образовательных комплексов Москвы в контексте реализации требований современной образовательной политики России. Прежде всего, конечно, речь идет об организации работы образовательных комплексов на основании реализации принципа преемственности на всех ступенях школьного образования. Создание комплексов, оно, собственно, завязано на том, чтобы все ступени получения образования в соответствии с законом образования Российской Федерации были представлены в одной образовательной организации. Дети теперь приходят в школу не в 7 лет, а в 3 года. Они школьники, они учащиеся образовательного комплекса. С 3 до 18 лет они обучаются в одной образовательной организации. И, конечно, вот эти шаги между ступенечками, они основаны на очень тщательном изучении всех закономерностей. В течение двух дней участники семинара знакомились с опытом работы трех московских образовательных комплексов, каждый из которых занимает почетное место в рейтинге образовательных организаций столицы. Началось знакомство со школой номер 19 имени Виссариона Григорьевича Белинского. Одна из старейших школ Москвы, когда-то в ней преподавал музыку сам Сергей Рахманинов. Многопрофильный лицей 1799, школа 2121, образовательный комплекс имени маршала Советского Союза Куркоткина, лицей 1547 при МИФИ выбраны для проведения семинара не случайно. Педагогические коллективы образовательных комплексов связывают многолетнее сотрудничество с Московским Институтом открытого образования. И сегодня коллеги из Санкт-Петербурга, присутствуя на уроках, смогли оценить на практике знания, полученные на курсах МИОО. Меня, конечно, потрясла такая очень спокойная, ненавязчивая деятельность учителя, когда она вовлекает детей в организацию проектной деятельности, в решение конкретных проектных задач. Безусловно, все это обеспечивается за счет того учебно-методического комплекса, который разработан в этом образовательном учреждении при поддержке Московского Института открытого образования. И это очень помогает учителям конкретной школы. Этот опыт мы обязательно будем использовать. И не только покупая вот этот комплекс, но и приглашая методистов, разработчиков к себе в Петербург, Ленинградскую область, чтобы организовать методические сессии, помочь нашим учителям эффективно использовать этот учебно-методический комплекс. И на уроках, которые мы посмотрели сегодня, действительно были использованы образовательные технологии, педагогические технологии. И те компетенции, которые освоили учителя на курсах повышения квалификации у нас в МИО, как раз и были представлены. Все четко выверено, все отмерено, все технологично. Учитель четко знает, что будет делать он и что будет делать ученик. У него все спланировано, потому что в основе работы построена учителем технологическая карта урока. Кафедра интерактивных технологий в образовании продолжает тесное сотрудничество со столичными образовательными комплексами и предлагает самые современные актуальные программы для организации повышения квалификации педагогов.